Почему страдают невинные? Почему добрый Бог допускает в этом мире зло? Ответ на этот сложнейший богословский вопрос искали с самых древних времен. И одним из самых первых памятников литературы, на страницах которого рассматривалась вот эта проблематика, проблематика так называемой теодицеи, то есть богооправдания, был текст о праведнике, который жил более 4000 лет назад в стране Уц. Сегодня день памяти праведного Иова Многострадального. Его история описана в библейской книге, которая так и называется, книга Иова. Он жил где-то в Северной Аравии, был человеком богобоязненным, благочестивым, очень богатым, причем богатым и детьми, и земным состоянием. И вот однажды он лишился всего. Он лишился богатства, детей, здоровья, положения. Это было тяжелейшее испытание для его веры. Все вокруг роптали на Бога, который послал своему праведнику такой рок. Однако Иов не произнес ни единого богохольного слова в адрес неба. Он принял все происходящее с ним как испытание. «Нагим вышел я из чрева матери моей, нагим возвращусь к матери своей земле. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Вот таким был ответ праведника. И Господь возвратил праведному Иову все, и даже вдвое больше того, что он имел прежде. Вот примерно такой текст и такое житие этого древнего праведника. Конечно, в христианском богословии святой Иов нередко видится как прообраз Христа, который сошел на землю, пострадал ради спасения людей, а затем был прославлен отцом. Ну а в истории нашего Отечества некоторые находят определенные параллели между ветхозаветным праведником и судьбой последнего российского императора Николая II, который, кстати, и родился в день памяти Иова Многострадального. И уже молитвами укрепи нас, Боже!